Знасти один одного, представники 11 предприемств и некольки сотни усуискальников сустрелись сегодня на черговом мини-кермаши вакансии. Его провели в Управлении по праце с занятостей социальной обороны Гомельского гарвы Канкама совместно с областной организацией Белорусского товариства «Червоного крыжа». У першиню на мероприемство запросили коляста инвалидов, які ожидают в праце уладковаться. Об пропоновых працадавцев и жаданиях соискальников сюжет Марины Джалай. Виталь Краученко неколи працавал на предприемстве «Святлотехника», потом некольких годов займался в учебе развитием и удосконаливанием своих навыков. Молодец человек – инвалид по зроку, але не може себе дозволить не працавать. Йон батька двоих дятей. А гэта зразумела, накладывая пывные обовязательствы. Тому сёння Виталь пришёл обмерковать працонные перспективы со старшынёй правления Гомельской областной организации «Белтис». На предприемстве «Святлотехника» зараз мают потребу у слесарах механо-сборочных работ. Те граждане, которые подходили ко мне, я всегда говорю так. То, что мы сейчас с вами поговорим – это одно, а когда вы прибудете непосредственно на производственный участок и посмотрите своими глазами, ощупаете. Понравится? Пожалуйста. На «Святотехнике» работал с 2003 до 2010 года, следствием механо-сборочных работ. Потом, значит, дома самостоятельно изучил работу на компьютере и успешно создаю сайты, администрирую интернет-магазины. Но в основном это российских. Хотелось бы, конечно, вся, так скажем, на родине найти. И вот поэтому я вот пришёл сюда на ярмарку вакансий, чтобы посмотреть, ну, есть ли, так скажем, свободный вакансий для меня именно в нашей стране. Беспрационные люди с обмежованными махтшимостями могут наравне с иншими про службу занятости отрамыть субсиды для открытия властной справы. В написании бизнес-плану готова допомогти областная организация белорусского товариства «Червоного крыжа». Мы пригласили инвалидов, молодых инвалидов, и мы предлагаем помочь им написать проекты, которые будут реализовываться ими самостоятельно. Возможно, это открытие своего дела, возможно, это бизнес-инициатива. У нас прекрасный опыт по написанию бизнес-инициатив. А кроме людей с обмежованными махтшимостями, на мини-кирмаш вакансии запросили тех, кто вернулся с места у позбавления воли, и жидая знайсти працу. Мы поработали с органами внутренних дел. Значит, те списки, которые они предоставили, направили письма, приглашение на принятие участия, и была проведена соответствующая работа с нанимателями, лицами с лишения свободы. С такой целью, чтобы дать возможность и нанимателю, но и наниматель уже сегодня тоже предупрежден, и знает, что там на категории лиц будет, и с ними он вынужден будет поработать и принять на работу. На улику в Управлении по праце занятостей социальной обороны Гомельского горваканкама каляпа у тысячи человек. С начала года тут допомогли працевладковаться трьм тысячам гомельчан. На сегодня у городского банка вакансии еще свыше трех тысяч пропанов. Марина Джала, Евген Макенко, телерадио, компания «Гомель».